Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам, как отрастить себе длинные волосы, даже если тебе кажется, что твои волосы не растут ниже какой-то определенной длины. Как это сделать, ты узнаешь, если досмотришь это видео до самого конца. Ну и, разумеется, будешь следовать советам, которые я тебе сегодня подскажу. Если ты впервые на моем канале, но еще не подписан, или уже не впервые на моем канале, но тоже все еще не подписан, то обязательно подпишись. Тык. И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем! Чтобы отрастить длинные волосы, нужно приложить, конечно же, определенные усилия. Ведь такие волосы нуждаются в особенном уходе. И это, в принципе, логично. Чем длиннее волосы, тем больше им нужно внимания, тем больше им нужно питание. Если вдруг волосам не хватает питательных веществ, то волосы просто-напросто не растут. Они банально обламываются, отламываются, и все на этом заканчивается. Если вы примете какие-то мои советы, то я больше чем уверена, что через 1-2 месяца вы уже заметите реальные изменения. Да ладно, через 1-2 месяца. Очень многие заметят гораздо раньше. Точно говорю. Пользуйся бессульфатными шампунями. Состав шампуня во многом определяет качество наших волос, то, как они выглядят и что вообще с ними происходит. И бессульфатный шампунь это очень правильный выбор. Шампунь, в составе которого нет сульфатов, не будет сушить волосы и не будет сушить кожу головы. А это очень важные моменты для активного роста волос. Такой шампунь будет гораздо хуже пениться. И будет первое время казаться, что такой шампунь совсем не промывает голову и волосы. Но это совершенно не так. Такой шампунь очищает волосы и кожу головы ничуть не хуже обычного, более привычного нам шампуня. И такой шампунь при всем при этом меньше травмирует волосы. Следующим пунктом я бы хотела отметить пилинг для волос. Вообще я очень сильно не удивлюсь, если многие из вас впервые сейчас услышат про такую фразу пилинг для волос. Что такое вообще пилинг для головы и зачем он нам нужен? Кожа головы нуждается в особенном очищении, особенно в холодный промежуток времени года, потому что мы постоянно скачем из тепла в холод. Постоянно наша голова и волосы раздражаются такими вещами, как шапки, капюшоны. Все это, конечно же, очень пагубно влияет на состояние даже самых хороших изначально волос. И если твоя цель это отрастить себе волосы, тебе, безусловно, нужно будет что-то с этой проблемой делать, каким-то образом ее решать. И именно массаж головы с пилингом будет идеальным решением. Массаж головы с пилингом отшелушивает все омертвевшие клетки кожи, отшелушивает загрязнение, а также стимулирует приток крови, что, соответственно, положительно влияет на рост волос и ускоряет его. По итогу все это приводит к тому, что волосы начинают просто расти без каких-либо помех. К сожалению, из-за того, что такой пилинг очень не распространен, купить его будет крайне трудно. Он есть даже не во всех салонах и далеко не во всех профессиональных магазинах. Сейчас хочу предложить вам домашнее средство, которое будет хорошей альтернативой покупному такому продукту. И это сахар. Да, вы не ослышались, самый обычный сахар обыкновенный. Белый или тростниковый не суть важно. Что нужно сделать? Мы берем с вами одну чайную ложку любого обычного вашего домашнего сахара и смешиваем ее с тем количеством шампуня, которое нам привычно наносить на волосы. Смешиваем все это на ладони и просто наносим самым обычным вот этим вот массажным движением себе Сначала на корни волос, немного массируем и спускаемся по всей длине. Бояться того, что такая процедура просто-напросто испачкает вам волосы, они все будут в сахаре или вообще карамелизируются, не дай бог, не стоит. Потому что сахар очень быстро растворяется в воде и он просто-напросто ни при каких обстоятельствах не сделает вам хуже. Какая вообще должна быть очередность этой процедуры? В идеале делать ее два раза в месяц. Но если вы прям реально хотите быстро-быстро отрастить себе волосы, если у вас есть какие-то проблемы, например, у вас излишнее выделение кожного сала, да, кожи головы, то тогда используйте этот пилинг чаще, но не чаще, раза в неделю. Регулярный пилинг, если вы возьмете себе это за основу и будете это использовать постоянно, приведет к тому, что ваши волосы будут меньше сечься, к тому, что ваши волосы будут действительно быстрее расти. И качество волос, в принципе, улучшится, по крайней мере, визуально так наверняка. А теперь немного лайфхаков. Да, после моей рубрики с нищей лайфхаками, где я просто рассказываю о самых трэшовых лайфхаках, которые только можно себе вообразить, видеть на моем канале что-то адекватное лайфхаковое, будет довольно странно, но мы сегодня с вами не про... Впрочем, ладно, сегодня у нас все-таки не трэш-рубрика, поэтому давайте шутки все-таки оставим в стороне где-то. Сейчас я расскажу вам про самый крутой лайфхак для волос. В аптеке продается средство, которое называется мумие. Или мумиё. Не знаю, как правильно, все говорят по-разному. Так вот, покупаете таблеточку мумие-мумие и добавляете в ваш шампунь. Примерно 8 или 10 штук. В зависимости от объема. У меня 200 мл и я добавлю 8 таблеточек. Немного взболтаем и получим прекрасное эффективное средство, которое уже после первого применения сделает волосы более мягкими и увлажненными. Кстати, когда я первый раз раскладывала эти таблетки, тут пришел кот и начал прямо мне мешать. Представляете, оказывается, коты дико прутся от этого запаха, и это так странно на самом деле. И следующий лайфхак, хотя место скорее этому лайфхаку в днище параде, а хотя, может быть, это даже и не лайфхак вовсе. В общем, если вы отращиваете волосы, не стригите концы. Да-да-да, я согласна, что посеченные концы, которые уныло свисают на волосах, это ужасно неприятное зрелище. Но тут есть некоторая крайность. Если вы отращиваете волосы, ваша цель, чтобы ваши волосы были длиннее. Если вы отращиваете волосы, волосы растут где-то на полтора сантиметра в месяц, и вы эти полтора сантиметра потом отрезаете. Логично, что ваши волосы при таких обстоятельствах не отрастут, если вы их себе не нарастите. Плюс ко всему прочему, очень трудно найти парикмахера, который понимает, что срезать полсантиметра означает срезать полсантиметра, а не четыре с половиной. Но я уверена, что или у вас, или у ваших знакомых была ситуация, когда девушка, а может быть, это и ты, идешь к мастеру, говоришь, я отращиваю волосы, поэтому мне вот только-только совсем немного, только-только самое лишнее убрать, уберите, и вам убирают просто половину вашей башки, и остается где-то вот так. И ты сидишь и просто не понимаешь, а что, блин, делать. Я отращивала это полгода, а мне это обрезали. Класс, спасибо, не надо было этого делать. Нет, это не значит, что нужно вообще больше никогда в жизни стричь волосы, пока вы не отрастите их себе до пят, или до той длины, до которой вы бы хотели отрастить. Просто делайте это как можно реже. Раз в полгода будет более чем достаточно. Да, возможно, ваши концы будут не суперидеальные, возможно, они не будут как по линейке, но для того, чтобы сохранить концы ваших волос в максимально хорошем состоянии, не обрезая их каждый месяц, нужно использовать специальные средства, которые, так сказать, запаивают концы. Это несмываемый, как правило, маслянистый уход. По крайней мере, обычно это выглядит именно так. Вы наносите это средство себе на концы, и оно регулирует то, чтобы ваши концы, ну, хотя бы не становились хуже, чем они есть на тот момент, когда вы это наносите. Поэтому раз в полгода подстричь волосы, и потом просто на повседневной основе их смазывать вот этим вот средством, и все будет хорошо. Ну, может быть, и не будет очень сильно хорошо, но будет хотя бы нормально и не уныло. Правильное расчесывание – залог того, что ваши волосы банально не будут страдать и не будут лишний раз механически травмироваться. Очень важно иметь хорошую расческу, которая будет минимально драть волосы. Также расческу нужно всегда держать в чистом состоянии. Если вы вдруг купили себе расческу и пользуетесь ей уже на протяжении года, и ни разу ее за это время не почистили и не помыли, то срочно или выбрасывайте эту расческу, или отмывайте эту прямо-таки до скрипа, потому что на этой расческе вскопилось просто огромное количество бактерий и грязи. И даже если она визуально выглядит более-менее ок, это совершенно не значит, что она чистая, и что она вам просто не портит состояние волос. Также очень важно обращать внимание на то, чтобы у вашей расчески были идеальные зубчики. Если вы видите, что каких-то зубчиков уже не хватает, если вы видите, что зубчики уже погнулись и просто смотрят в разные стороны, избавляйтесь от этой расчески, потому что она, помимо того, что выполняет свою основную функцию, то есть расчесывание, нам также волосы травмируют. Волосы нужно расчесывать обязательно снизу вверх и прям хорошо прочесывать, их не допуская спутывания. Обязательно делать массаж кожи головы расческой. Два раза в день будет более чем достаточно, но учтите, что эффект от массажа будет работать только до тех пор, пока вы массаж делаете. Какой же эффект вы получаете от того, что делаете массаж? Тут, кстати, есть еще будет один небольшой парадокс, нужно его учитывать. Во-первых, ваши волосы становятся визуально более объемными. Нет, это не суперобъем, который вы можете получить при помощи укладки, но чуть-чуть более объемными они станут. Это первый момент. Второй момент. Мы опять-таки обеспечиваем приток кожи, головы, крови, что означает, что волосы начнут активнее расти, так как это просто-напросто служит катализатором их роста. И третий момент, уже, кстати, не такой положительный, как первые два, это волосы начинают сильнее грязниться, потому что активная выработка идет кожного сала. Поэтому если вы человек, у которого само в себе волосы жирные, то ни в коем случае не надо делать этот массаж слишком активно. Если вы будете делать его буквально 2 минутки в день, хуже не станет. Но прям налегать на это нельзя. А вот девушкам, у которых наоборот излишне сухие волосы, излишне сухая кожа головы, им можно прям вот побольше делать себе эти массажи, им только в плюс пойдет. Масла. Использовать масла для волос, несомненно, очень важно и очень нужно. Существует целый ряд масел, которые были бы полезны для наших волос. Но самыми лучшими считаются следующие. Кокосовое масло. Хороший помощник в улучшении состояния и внешнего вида волос. Кокосовое масло хорошо разглаживает волосы и обильно их питает. Кстати, а еще кокосовое масло очень хорошо наносить, если вы отправляетесь на пляжный отдых, если вы собираетесь купаться в море, потому что кокосовое масло очень хорошо защищает наши волосы от вредных ультрафиолетовых лучей. Следующее очень крутое масло это касторовое. И я сразу хочу сказать про один нюанс. Есть касторовое масло, которое продается в аптеке. Аптечное касторовое масло. И есть касторовое масло, которое продается в косметических магазинах и даже во всеми любимом фикс-прайсе. И вот это вот косметическое касторовое масло, это совершенно не то, что продается в аптеке. Покупать нужно именно аптечное, потому что косметическое работает, ну, гораздо-гораздо-гораздо хуже. В чем же прикол кастрового масла? Кастровое масло содержит огромное количество витамина Е, а витамин Е очень полезен как для наших волос, так для нашей кожи, так и для наших ногтей Следующее крутое масло это репейное. Репейное масло очень классно стимулирует рост волос Кстати, могу дать вам очень хороший совет смешивать репейное масло с жидким витамином Е Смешивая их, волосы становятся более блестящими и шелковистыми, а также меньше спутываются Силиконовые масла и следующим пунктом я хочу отдельно упомянуть и их Ведь будет достаточно просто пойти в любой косметический магазин или в салончик, купить себе это масло, намазать его себе на волосы и увидеть вау-эффект Буквально через, да, через 2 секунды, как волосы подсушатся, сразу этот эффект будет Но тут есть одна очень-очень большая, прям совсем большая проблема Где-то спустя полгода или год в лучшем случае вы заметите, что ваши волосы стали внезапно очень сильно ломаться, очень сильно стали сушиться И вообще какие-то они непонятные, почему же так происходит Силиконовые масла просто на какое-то время проникают в ваш волос, остаются там и в итоге этот волос обламывают, когда, так сказать, силикона становится уже слишком много Возможно, я объяснила как-то очень-очень по-странному Но суть именно в том, что силиконовые масла просто-напросто в какой-то момент иссушают ваши волосы и волосы обламываются Зато на долгосрочной перспективе хорошим помощником для вас будет обычное оливковое масло Да-да, вот то самое, которое бывает иногда на кухне Оливковое масло идеально питает и увлажняет волосы И особенно оно хорошо заходит, если наносить его на кончики волос Для тонких, ломких, тусклых и поврежденных волос это, наверное, будет самым лучшим вариантом Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями И вы даже можете устроить челлендж, у кого быстрее волосы отрастут Если вы будете, конечно, следовать советам, которые я вам сегодня рассказала Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока До новых встреч, наверное